Ну, нужно понимать, что бюджетное послание – это повод для того, чтобы сказать народу, как все будет хорошо. Надо отметить, что оптимизма в этом послании было меньше, чем обычно. Намекалось на проблемы с пенсионным фондом, намекалось, ну, не намекалось, а прямым текстом говорилось про кризис в мировой экономике, совершенно выдающееся достижение, было сказано, что, скорее всего, деньги на переоснащение оборонки будут выделены не в тот срок, который говорил изначально, а больше. В этом смысле по всем этом послании видна рука Кудрина, которая, значит, явно совершенно имела отношение к его изготовке. А что касается оптимистических заявлений, то нужно сразу сказать, что они, ну, как бы выглядят спорно. То есть непонятно, что поскольку это для народа, то там они все были сказаны в полном объеме, что все будет хорошо и так далее. Но и намеки на то, что кризис и, соответственно, выступление министра финансов Силуанова, которое было, ну, абсолютно, однозначно, в бюрократическом смысле интерпретируемо так. Все то, что тут обещано, исполнено быть не может. При этом намекалось, что проблемы будут только в 2016 году, но понятно, если вдруг какие-то внешние обстоятельства окажутся хуже, чем они предусмотрены, а они уже хуже, чем они предусмотрены, я напоминаю, что по официальным данным у нас экономический рост, а в реальности у нас экономический спад, и он так ускоряется довольно основательно, то я поэтому склонен считать, что никакого оптимизма не будет. А если оптимизма не будет, то объем государственных инвестиций будет падать, а иностранных инвестиций в страну не будет, потому что инвестиции идут туда, где можно получать прибыль, а у нас нет источников прибыли. Доходы граждан падают, и непонятно, с чего бы вдруг им расти. То есть в этой ситуации я склонен считать, что это послание – это такой вот один из последних официальных всплесков оптимизма, который уже осенью начнет постепенно меняться даже на публичный пессимизм, потому что осенью ситуация будет улучшиться. Что там думают эти самые их политтехнологи, это мне недоступно. Но я склонен считать, что сейчас будет сделан упор на то, что Путин не руководитель правительства и, соответственно, представитель элиты, а что Путин представляет из себя народного правителя. И не исключено, что вся вот эта вот затея с Народным фронтом – это как раз попытка создать инструмент то, что называется прямого народовластия. Вот типа у нас народ делегировал Народному фронту полномочия поддержать единого национального лидера. Потому что уже понятно, что в результате и болотного процесса, и, в общем, объективных обстоятельств, парламентские процессы народ не воспринимает как инструмент демократии. А Путину единственное, чем он может легитимизировать свой статус – это поддержка народа. Значит, он держался довольно долго на позитивных результатах выборов. Но сегодня уже понятно, что поскольку он не сумел сохранить экономический рост, и поскольку степень раздражения общества от элиты очень сильно выросла, то он должен искать какие-то другие инструменты легитимизации своего статуса. Это для него очень важная вещь. Я не исключаю, что для этого и раскручивается Народный фронт, хотя я и сомневаюсь, что это получится.